Мы в очередной раз пойдем против течения и мнения о действенности лампы 311, лампы ВУДА, да и вообще ультрафиолетовых ламп. Обсудим это с Ириной Ермолаевой. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, Алексей. Начнем. Начнем. Три момента от очевидцев событий. Лампы 311 не помогают, и все лампы ультрафиолетового спектра – это лохотрон. От этих ламп, как их ни назови, даже лампы ВУДА может вообще все стать только хуже. Те, кому они помогли, это все психосоматика. Ультрафиолетовое излучение бывает разной длины волн. В частности, для лечения депигментированных форм, для нарушения пигментации кожи, мы используем длину волны 311 нанометров. Почему ультрафиолетовые лампы помогают? Причина витамини D. Вы когда-нибудь задумывались, как именно вырабатывается витамин D на поверхности кожи? Когда солнечный свет попадает на вашу кожу, ультрафиолетовое излучение взаимодействует с кожным салом, выработанным сальным железами вашей кожи для поддержания эластичности, защиты водного баланса. И вот от этого взаимодействия в кожном сале начинает формироваться витамин D. И вот тут начинается самое интересное. Для того, чтобы витамин D полностью созрел, ему необходимо в районе 40 часов. После того, как витамин D созреет и сможет впитаться, чтобы сделать свою работу, ему необходимо еще порядка 10 часов. Какой вывод? Не стоит мыть кожу сразу после загара хлорированной водой или моющими средствами. Иначе вы просто смоете витамин D. Здесь можно заметить очень забавную тенденцию. Знаете, почему поездки на море чаще помогают вылечить виталиго псориазы или экземы мужикам, а не девушкам? Мужик уже искупался в море, чего ему еще мыться в душе после. А вот девушки, не дав все 50 часов, зачастую смывают витамин D сразу, тем самым обнуляя процедуры. Частота и уход за собой в данном случае играют против прекрасного пола. Вспомнил море, увлекся рассказом. Интересная история у вас получилась. На самом деле для выработки витамина D, для запуска механизма выработки данного витамина в коже достаточно кратковременное пребывание на солнце. От 30 до 40 минут в активные часы. Многие думают, что для выработки витамина D нужно длительное нахождение на солнце. Это, к сожалению, или к радости не так. Достаточно всего 30-40 минут в день. Затем механизм выработки витамина D будет продолжаться, даже если вы не будете находиться под прямыми лучами солнца. Не спорю. Лампа 311 работает в диапазоне примерно 305-315 нанометров. Лампа Vooda находится в диапазоне 353-371 нанометров. Для синтеза витамина D подходят волны солнечного света в диапазоне 290-315 нанометров. Это значит, что лампа Vooda в принципе пролетает. Остается как действенное средство лампа 311. По сути, в ваших руках маленькое солнце. Если его передержать в пятнах витилиго, места, в которых нет пигмента, будут повреждены. Когда белые пятна витилиго краснеют, это означает, образовалось воспаление. Воспаление, закисление, выработка лишней перекиси водорода, распространение витилиго. Вы только что навредили себе. Если пациент проживает на территории бедной солнечным светом, то мы можем рекомендовать данной категории пациентов использовать так называемые солнечные лампы или лампы с спектром света 311 нанометров. Хорошо, если я все делаю правильно, почему лампа 311 не помогает? Причина витилиго и других аутоиммунных заболеваниях не всегда в дефиците витамина D. Намного более коварным может быть то, что в ваших рецепторах к нему резистентность к витамину D. В этом случае анализ крови покажет, что ваш уровень витамина D в норме. Поэтому сколько бы вы его не выпили или сколько бы вы не держали лампу 311, ваш витилиго никуда не уйдет, так как витамин D, который будет впитываться кожей, просто не будет ей усвоен. Существует категория пациентов, у которых развивается резистентность к витамину D. Данной категории пациентов мы назначаем альтернативное лечение. Теперь представьте, ультрафиолет шел через атмосферу Земли, гасился и рассеился, и до нас дошло максимум 10%. А у вас в руках лампа, которая светит исключительно этим спектром. Значит, просто приравнивать лампу к Солнцу не получится, потому что лампа сможет за более короткое время нанести больше вреда, чем Солнце. Но и польза от нее может быть колоссальной. Но если у вас нет в клетках телорезистентности к витамину D, то дать точное время, сколько стоит удерживать лампу, вам никто не скажет, так как это сугубо индивидуально и зависит от восприятия вашей кожи солнечного света, генетически заложенной реакции выработки меланина пигмента в ответ на ультрафиолетовое излучение и способность вырабатывать кожное сало. С расстоянием проще. Если у вас есть возможность поставить лампу на стенд, тогда лучше всего будет держать ее на расстоянии 80 см от кожи. Если же у вас она ручного типа, тогда держите ее на расстоянии хотя бы 40 см от кожи. Но время процедуру сократите. Есть категория пациентов, которые самостоятельно покупают данные лампы и используют в домашних условиях нерационально. Не соблюдают графики нанесения данных ламп, не соблюдают время экспозиции, и поэтому побочных эффектов иногда наблюдается больше, чем положительно. Согласен. Когда у вас появляется аутоиммунное заболевание, это означает, что у вас не только дефицит витамина D, одна из функций которого – регулировать корректную работу иммунитета, а еще вам практически всегда не хватает животных жиров, жирорастворимых витаминов и незаменимых жирных кислот по типу омега-3, и ваше питание неправильно. Важно помнить, что пятна витилиго, псора, экземы, дерматиты не такие же прочные и защищенные, как обычная кожа. Они повреждены, в них происходит воспаление, кожа кисленно. В ней слишком много перекиси водорода, и лишний ультрафиолет усилит этот эффект. Ультрафиолетовое излучение может приносить и пользу, и вред. Я советую использовать данные лампы только в лечебных учреждениях и только специально обученными людьми. Спасибо, Ирина. Польза будет, если близлежащие ткани, где все еще вырабатывается кожное сало, будут облучены лампой и синтезируют витамин D. Однако, если при лечении витилиго проще скорректировать питание, то при других дерматитах коррекция в итоге должна быть более заметной. Иначе одно воздействие лампы не возымеет долгосрочного эффекта, если вообще он будет. А говорили сегодня о лампах ВУДА и 311. Использовать ли их, конечно же, это ваш выбор. Это ваше здоровье и это ваша жизнь. Заботьтесь о себе. Увидимся.